В день русского языка здесь и в саду Римских Корсаковых пройдет концерт тихинских бардов и поэтов. Я передаю слово Альге Александровне Тепровой. У нас с вами логично встречаться в этот день у меня здесь, потому что благодаря Николаю Андреевичу Римскому Корсакову у нас в Тихине есть памятник Лисея Сергеевичу Пушкину. Понятно, да? Помните? На постаменте Римского Корсакова персонажи сказок Пушкина. Его имени нет на постаменте. Шамаханская царица и 33 богатыря. Все они, около 20 саккультур имени Николая Ильича и Римского Корсакова представлены. Так что захочется поклониться Тихине Пушкину, милости просим туда Садко и Николаю Андреевичу. Мы с вами довольно-давно встречались. Наш концерт скорее дружеская встреча, поэтому кто что захочет сказать сегодня, милости просим. Ну и такая замечательная тема сегодняшнего дня – День русского языка. Поэтому все, что мы сегодня скажем с вами, все будет в тело и поздравление главного персонажа нашего сегодняшнего праздника. Начнут Сергей Пикта и Ольга Перемонкина. Субтитры делал DimaTorzok 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 Дорога Дорога Субтитры делал DimaTorzok Дорога 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 Мне приснилось, что я волшебник, и умеют они чудеса. Стоит только достать свирение и надеть островерхий колбак. Мне приснилось, что я будто фея, исполнять все желания могу. Я играю, как будто на флейте, и немножко на скрипке смогу. Я приснилась себе Айболитом, я приснилась себе Пьером, я приснилась себе Мальвине, Эмпиитом, сгущим Пьером. Снилась я себе принцем и нищим, Другихотом и Санчо была. Снилась я себе Ламмой и Тилем. Даже Цири присниться смогла. Что мне стоило? Я ж волшебник, вдруг увидеть себя саму. Иоланту, Иоланту, Джульетта и Син, Наташу на первом году не увидела. Вот досада. Так обидно, что не дошло. И решила. Нет, не надо. Никаких всевопущих слов. Ну, прямо мне снится и снится. Я волшебник. Все по плечам. К одиноким, больным и оближенным. Снова маленьким, больным и оближенным. Спасибо. Браво. И к этому дню мы подготовили очередную страничку. Уже газета вышла. Если не делать, разматривать на душе, называемая страница. Полный вариант. В любом институте ВКонтакте, поздравленные с участниками этой группы и всем русскоговорящим, слушающим произведение с облигами. Самое сложное, когда делаем эту страничку, это обрезание. То есть расставить запятые ее и так далее, это все плохо для мучения с обготовлением этой страницы. Это обязательно. Потому что люди у нас там научили. 23 страницы получились из лихов, посвященных тихоинскими авторами, литераторам русским. Поэтому полный вариант читайте, пожалуйста, в интернете. А мы продолжаем наш концерт. И следующая, Татьяна Ивановна. Я прочитаю сначала стихи. Питерская поэтесса Мария Чекина. Она является тоже членом нашего концентрации. Питерская поэтесса Мария Чекина. Самый яркий светочек. Скрывает солнце облака. Уставших плечи спадает ветошь. Лишь творчество рождает шанс, Что слово хоть одно из многих Пойдет судьбой за нас И станет текстом о погоде. И царско-сельское. Александр Сергеевич, Нин, я снова к вам. Мне погода Сдала прямо в руки Козырный путь. Буду новую жизнь Надоевшим давать слова, Осеняя Светом по-прежнему Дружных нот. Снова длинное лето Купает меня в тепле. В царско-сельских прудах Отражается синева. Умирают поэты, Но все-таки на земле Так же яркие цветы. И под лето Шуршит трава. Все не так уж и плохо, И ваши звучат стихи Перемешку с творениями Нынешних бурных дней. Мы еще нагородим Немаленькой чепухи, Что к чему и почем Через годы всегда любви. Александр Сергеевич, Как же вы так без нас? А в России поэт, Как и прежде, Властитель дух. Очень хочется верить, Что вас прилетит в формаз, И что крыльям Бегасовых пап Не мешает шоку. А поэты в России Сегодня весьма нужны, Ибо, в общем-то, Нечего нам делить Меж собой. Пули так и свистят, Хоть и кажется, Нет войны. И поэт каждый день, Каждый час Принимает бой. Впрочем, что я о грусти? Сегодня прекрасный день, Даже если на завтра Опять зарядят дожди, Накрывает меня Дружный гнуз, Кружевная сейф, И ритмичная строке От печаль теплом груди. И моё. Свидетель я всему И всем, Пока читаю в душах Стих лет Бетхозаветный. Не свидется, Дракое неприметно, Напрасно прихожу Издалека Ряды осиротелых Пыльных книг, Встревожив Пожелтевшие страницы, Огнём пустые Осенят глазницы, И оживём Закочинёвый мир. Луна нас различила, И в кинжах, Обманщица, И в плакощих коварни. А я поняла, Что роман бульварный Не зря сто лет На полке пролежал. И вот со мной, Во мне, И в тишине, Кидает время По морям печальней, И не скреститься К олисам и кручальней, И не всплеснуть Отчаяния во мне. А я живу, Или, может, Я в их два, Офели, Швельфы, Скарли, Джебли. Немыслимая Топкая дилемма Затягивает Поддержав И два. Свидетель я Тебе Или себе, Или тому, Что свидетель случилось, Или тому, Что так нещадно Милость, Которая Отгрыкнулась Мольбей. Я укажу Сердце Беспрекрас Светёт любовь, Как написать Слово. Не потеряю, Не предала, Не скрою, Как просто Нигин Продоставил Нас. Не спрашивай меня, Зачем, Когда Зима Завьюжит Тунула В апреле, Уже и птицы Назвескну пропели, И уже Не оставили Света. А нищая Томная Весна По грязи Тащица На Можем Плоте Не спрашивай Теперь, Чего Искать Она Уже Давно Отключена. Не спрашивай Про лангушевый рай, Сиреневое Рубкое Цветение И про черенку Светное Светение Когда Увидишь, Что на Свете Марь, Когда И лето Пролетит Как Стриж, Успеешь И узнать, Что это Было, Не спрашивай, Я знала, Когда Было, Молчи, А то И Возьми. Там Мне Хотелось Ред Сказку Милицию, Милость Будто Звудится, О чем Мечталась, Я Схватив Задумывала За хвост Сужав Птицу, Золотой Перша Руки Осталась, А весенней Ночью Видно Полнолунию На лептях Вер Увы Такие Страсти Отворила Окна Увидат Переволю Да глаза Чаем Ухажив Цветом Застя Мне Выпев Читах И Включать Рассвет Что Блипко И Благостно На Сердце Было Полететь Безамы Как Крыль Безамы Потяну Безамы До Солон Пока Любовь Не зовет Калужин Калуж Огрел И для чего Он нужен А вы Что занялся От Божьей Виск Слепой И честной Как От него Хочу Робиться В любви Ведь Может Жерство Небы Негодно И Мало Отогреть Вла Си За Что Мне Это Но Вновь Измучить Чуведель Сонет Молитвы Чертной Истязаю Совесть Еще Убиваясь Калтинку Смысл Виск Здравствуйте Убиваясь Поэта Людмила Списитцева И Завершает Первую часть Нашего концерта Заниную часть Ольга Пелимонкина И Сергей Пихта И мы После этого Переходим В сад И продолжим На природе Спасибо Ольга Пелимонкина Поклонился Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОЛУДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ так в тесницу, мешая друг другу, а тут место свободное оказалось, и стихотворение меня унесло в танго, в танец. Я к танго относилась с почтением, с интересом, но как бы без особого личностного отношения, а тут я ухнула с головой вот этот водоворот, досмотрелась десятков видео, открыла для себя замечательных танцоров Мигеля Зотто и Диану Гуспера, по двенадцать-двадцать раз прокручивала один и тот же танец, я просто была там. Сами понимаете, когда ты переполняешься чем-то до макушки, количество должно сделать что? Перейти в качество. Но никак. Вот я вот ходила булькая этими словами, и никак. Татьяна Владимировна оказалась мало. Пришлось идти на поклон к Иосифу Александровичу. И стоило мне открыть первое попавшееся стихотворение Бродского, я там двух-трех стров не прочитала, и у меня начало выкручиваться. Крыльями руки, а ноги бесом опол стучат то носки, то пятки. Нежность с корыстным таким интересом, значит, с танцульками все в порядке. Ввысь-высь волна поднялась и стихла, нету резца и отложен штихель. Плавятся в тигле прочным и смелым звуки с движением единым телом. Стопы скользят по доскам танцпола, шкрябают, топчут вперед глаголы. Ваша сейчас и права, и сила, где бы то селе вас ни носило. Этот сгиб лебединой шеи, руки способны на все, сумеют вас умелить, испугать, обидеться. Милые змеи и снова птицы, нам дышат спины и лица звезды. Нам не почить, не надейтесь в бозе, на сковородке станцуем танго. Дело не наше, снаряды, танки, наши заботы, азарт и лихость. Чтоб незаметно, привычно прихоть, сиюминутно, но постоянно, в сторону ни миллиметра, ни грамма. Пусть же в восторге бурлят шампанским так откровенно невинные ласки. Ваша же вина, неловкость, скука, редкое здоровье у тела с духом. Танго, ликером, тягучим, тяжким. Тело наполнит, очистит душу. Мах под колено и дрожь поляшкам. Я ваш покой, извините, рушу. Мир весь мелонга, не стой на месте. Как конфетти под ногами лезть и злоба досада. Нет, нет, не надо. Нам нужно очи, простор, глиссады. Ах, боже мой, какие времена. Все так же солнце всходит, не напрасно. Все так же нам то пасмурно, то ясно. Все так же то восторги, то вина. Все так же из корлупок или клеток выглядываем. В мир мы иногда, соседи окликаем и соседок, и разговариваем. Правда? Ерунда. И быстренько задергиваем шторки, А где-нибудь валяются опорки, зовущие уйти за горизонт. Скорлупки покидать нам не резон. И только сиротливая скотерка, лишившись разнословов и питья, Заставит все же выбраться из норки, Впадая в ужас и на бытия. Если танго со мной было 11 дней, пока вот это все наполнялось, Бурлило и прочее, То, вы знаете, стоит обратиться к высшим силам, Иногда желание исполняется мгновенно. Вот пожелала, еще не успела договорить, А оно уже исполнено. Вожусь в саду, думаю, что-то я давно стихов не писала. Хочу стишок. Не успела я это желание договорить, Как мне начали диктовать. Старые лодки снятся мели и лагуны спелых вод, Грань, где море незаметно переходит в небосвод, Снятся мерные качели бирюзой налитых волн И ветра, что песни пели, молодой задорный челн. В море шлют улыбки-блики, про нее не позабыв, И волную душу тихо, ей безжалостный прилив. Это стихотворение тоже переходит в количество в качество. У меня подруга ездила в Восточную Сибирь, Пробыла там две недели, Красноярск, Хамардабан, И она огромное количество фотографий, сделанных по дороге, Выставила. Датсан, Бурундук, озера, горы, Все, что видела по пути, ей казалось интересным, Она все это выставляла сразу ВКонтакте, Я вместе с ней путешествовала заочно, И тоже огромное количество фотографий, Я это насмотрелась, И тоже все это как-то вылилось в строчки. Впечатление По душе мне немыслимые инстримы, Тропки тайные новых стихов, Набираю там сверху корзину, Этот стих тоже будет готов, Если выдержу заданный голос, Если свяжутся прочной строкой, Отдыхающий каменный полос И порогов речных беспокой, С ними в ряд, подчиняясь созвучью, Станет парочка мудрых коней, Станут тонких дорожек из луча, Горы, ели и бойки ручей, Холодильничек старой коряги, Разреселый наличник резной, И времен непростых передряги, Закончится все мировой, Не войною, а улицей мира, Это имя оставьте за ней, Пусть же готика дружит с ампиром, Без особых враждебных затей, И в чужой станет стих не противясь, Евтушенко отчасти зима, Впечатление тонна на вынос, Дотащу ли их до дома сама, Их осталось на месте не меньше, Не уменьшится сколько б не взял, И корова, и дяденька леший, И органный серьезный хорал, Что корзина, уже переполнен, Даже самый объемный сундук, В нем есть рельсы, цветочек на склоне, И в нем есть рельсы, цветочек на склоне, Легкий на ногу, зверь брундук. Ну и опять Бродский. Вы знаете, что стихи рождаются по-разному, Есть, мы обсуждали недавно, Способ очкования. Если в себе пусто, Нет желания чего-то непременно высказать, Но какие-то там намерения бродят, Открывай Бродского в согласии, В споре с ним, Вообще, уйдя в другую сторону, Но какая-то фраза, какое-то слово, Ритм будет звучать, И выльется во что-то совершенно непредсказуемое, Ну, в общем, достойное, Потому что на Бродском замесить ничего слабого И недостойного нельзя. И так стихотворение Бродского у меня висело на рабочем столе, Открою-закрой, открою-закрой, Вроде как ничего там сильно не звучит, Но и удалить его с рабочего стола я тоже не могла. И потом оказалось, что строчка При полумраке озарения всего три слова, Беременна целым стихом. Во тьме грядущих озарений не происходит ничего, Но ищет смысл зачем-то гений в потемках слова своего. И происходит что-то, где-то от озарений далеко, В рассыпчатый песочек лета туманов льется молоко, И горы ввысь возносят главы, Скрипив края материков. Любви, надежды, тихой славы Обман рассеется готов. В заре есть время и закату, Воды всем вдоволь и земли, Но трехдорожную гекату на подземелье обрекли. Спит в гамаке уставший гений, И пусть себе тихонько спит. Под ним подушка, беты мнений, Набита в ней, как шелухи гречишны, Но, увы, Пандора, разбудит гения. И вот, в шальном безумии раздора Весь бирюзовый небосвод разрывов кляксами измаран И переходит в диссонанс. Гармония под град ударов Угомонит безумных нас. Геката в пеплосе шафранном Слепой раздор замрет в ночи, Но раздавать Гекате рано От озарений всех ключи. Я уступаю в место у микрофона Сергею Степанову. Святая ночь происходит Но в комнате своей не спит малый, А значит, дуэль с мечами сгорает, А кому-нибудь песком Все решит судья рассвет. Тот самый путь Лежит до черной речки, Вдруг стало тоньше Восприятие вокруг. Он снова вспомнил О погашей свечке. Но если что, Прости, жена, мой милый друг. Вы за подлость стена Жизнь стоит на когах Крепко сжаты в руках Судьбы пистолеты И плечо, плечо У барьера стоят Дуэлянты, поэты, Дуэлянты, поэты И плечо, плечо У барьера стоят Дуэлянты, поэты, Дуэлянты, поэты Кто, как и вы, Ушедшие налеги Хотели жить И знали в этом итог Какой же рок Погнал навстречу ветру И любит кент Выполняли долг Нет, нет, не сгинули В борьбе за справедливость И не угас Ваш пламенный порыв Вы просто в душах Наших растворились На вечный бой Себя приховарили Вы за подлость стена Жизнь стоит на когах Крепко сжаты в руках Судьбы пистолеты И плечо, плечо У барьера стоят Дуэлянты, поэты Дуэлянты, поэты И плечо, плечо У барьера стоят Дуэлянты, поэты Дуэлянты, поэты Субтитры сделал DimaTorzok Аплодисменты 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 Отлично все это, но мы в наших чувствах попали в ноги, и в отношениях попали точно в нас. И тут тепло весной в апреле, любви на мне тогда скучать, по звуке солнечной капели мы будем танго танцевать. На трех шагах, полповорота, отлично все это, но мы в наших чувствах попали в ноги, и в отношениях попали точно в нас. Я не могу встретить. Бывают опечатки, ошибки, без них не бывает ни одного дела. Если кто-нибудь мне скажет, что какая-то книжка или какое-то дело без сучка, без задоринки сделано, наверное, не готова к обещаниям, но можно, наверное, обещать что угодно, вряд ли кто-то такое дело назовет. Так вот, в этой газете, к сожалению, закралась ошибка. Можно рассказать об этой ошибке коротко. Я, когда выбирала сонет, посвященный Лермонтову, взяла не сонет, который начинался со строчки, чье сердце тьму взрывается с женой, а сонет предыдущий, который заканчивался этой строчкой. На этом все. Нечаянно взяла не тот сонет, и история закончена. Можно эту историю рассказать совершенно по-другому. В марте мы готовили страницу, посвященную литературным героям. В связи с ним писателя была очередная тематическая страница. Очень много было стихов, и в том числе от Галины Николаевны. Это и мой любимый Сиранода Бержрак, и не менее любимые стихи по рассказам о Генри. Тоже, как и Галины Николаевны, очень люблю о Генри. И выбирать, который из них оставляют в газете, который нет, было страшно мучение. Ну, то есть материалов уже было много, и в том числе от Галины Николаевны. Поэтому «Винок сонетов» я проглядела мельком, мне казалось, что там ничего нет, и ничего тут не все. Галина Николаевна после выхода страницы мне говорит, ну, а как же Данка, как же Татьяна Ларина. Я холодею, понимаю, что такие в «Винке сонетов» стихи о персонажах были, но я благополучно о них забыла, помня только свои любимые. Проходит время, готовим и в «Винскую страницу». И, видимо, досада, оставшаяся от неиспользования хотя бы в электронном виде стихов о Данке и Татьяне Лариной, во мне где-то там была все это время. Но поскольку госпожа Гремина, да, моя сила, приличная, спокойная, она приняла это как факт, ну, не упомянули, не упомянули, от нее славы не убудет, чего-чего, а ей славы мировой хватает. А вот Данка, видимо, подосадовал. И я думаю, что он мою руку подтолкнул не вниз, а вверх, и вместе с третьим сонетом я взяла предыдущий второй. Вот хотите верьте, хотите нет, но я думаю, что Данка помог моей руке выбрать не тот сонет. Ну, немножко ему славы досталось, хотя в газете опубликовано посвященное Лермонтову стихотворение «Не то», посвященное Данка. А сейчас, я надеюсь, прозвучит настоящий сонет, посвященный Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Лермонтов сонет, чье сердце тьму взрывая сожжено, и кто под маской видел душу, тому, как истинному мужу принять венец поэта сожжено. Он был рожден для счастья и добра, любил, но чаще ненавидел и обостренным зрением видел жестокосердие царского двора. Пророка участь он до дна испил, он знал, как демон вкус изгнания, Судьбу свою он знал заранее, А снисхожденье Бога не молил. Тот для потомков не потерян, В веках легендой кто овеян. Сейчас я почитаю стихотворение своей любимой поэтессы Анны Ахматовой. Дверь полу открыта, Веют липы сладко, На столе забыты Хлыстик и перчатка, Желтый свет от лампы Шорохом внимаю. Отчего ушел ты? Я не понимаю. Радостно и ясно, Завтра будет утро, Эта жизнь прекрасна, Сердце будь же мудро, Ты совсем устала, Бьешься тише, глуше. Знаешь, я читала, Что бессмертны души. А теперь мое стихотворение посвящается этой Ахматовой. Не меркнет полнозвучие вечных строк любви сопутник мель страданий. Как линия о модельянии стремителен и выверен твой стих, Бесслезно-нервный полуночный схлип тяжелый не смягчит слезою. Ты шла тернистую стезею от соскосельских освященных лип, И муза там явилась перед тобой, Душой болевшей за отчизну, И по любви угарной тризну Тебе справляет назначена судьбой, Не смирить глубину твоих стихов, Не терпящих пространственных оков. Аплодисменты Галины Николаевны. И ее сменяет Фаня Николаевна Завьялова. Ну, товарищи, которые концерты организуют, Они привыкли, чтобы я пела. И даже Александр Сергеевич Пушкин сказал бы, Я вас читал. Читать я буду, может, во все года, Пока не надоест. Но пусть стихи не очень вас тревожат. Вы больше пойте. Ты же молодец. Но я сегодня буду читать свои стихи И даже стихотворения Александра Сергеевича Пушкина. Да нет, я вроде и так хорошо говорю. Слышь. Золото валяется в ногах, Топчем мы его, Не замечаем, Значит, что-то мы не понимаем, И пора покаяться в грехах. Мать-старушку мы не навестили, Ждет она детей своих всегда. В полном одиночестве года, Значит, что-то в жизни упустили. Не построили мы дом своей семье, Внуков в этом доме не растили, Много мы ошибок допустили, Не отдали долг своей земле. Золото валяется в ногах, Топчем мы его, Не замечаем. И вот к тому, как сказала Алла Александровна, Как рождаются стихи, Они рождаются неизвестно откуда, И, как говорится, одним махом. И вот я написала о себе стихотворение. Я хочу, чтоб меня сотрясало, Не хочу дня спокойно прожить, Чтоб случилось все то небывалое, Интересно по жизни плыть. А в душе быть должна революция, Не спокойствие лишний сон. Выдвигаю свою резолюцию, Чтобы тлеть, Но какой резон, Что бурлило, кипело и пенилось, Как на море девятый вал. Не дружу никогда я с леностью, Жизнь театр, Танцевальный зал. И стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Цветок». Цветок засохший, Безуханный, Забытый в книге Вижу я. И вот уже мечтою странной Душа наполнилась моя. Где цвел, Когда, Какой весною И долго ли цвел, И сорван кем, Чужой, Знакомой ли рукою, И положен сюда, Зачем? На память нежного свидания Или разлуки роковой, В часы одинокого гуляния, В тиши полей, Тиши лесов. И жив ли тот, И та живали, И нынче где их уголок? Или они Уже увяли, Как сей Неведомый цветок? Так, подставки нет, Нарушу правила. Игорь Долгов Светил месяц. Машут мне платочком Тонкие рябинки Под весенним ветром, Стоя вдоль тропинки, А веселый месяц, Заглянув в окошко, Серебром тропинки, Вымастил дорожки. Мне бы той дорожкой Побежать к рябинкам, Скрылся ясный месяц, Не видать тропинки. Светил месяц ясный, Не мани напрасно, Тоненьким рябинкам, Лунною тропинкой. Тонкие рябинки Вырастут большие, Склонят ветви долу, Гроздья налитые, А ущербный месяц, Не найдя тропинки, В кудрах поределых Выберит сединки, А веселый ветер Прошумит и канет, Декабрем студеным Старость в очи глянет, Не томи напрасно, Светил месяц ясный, Не мани к рябинкам, Лунною тропинкой. Не томи напрасно, Светил месяц ясный, Не мани. Не мани. Ну и по заявке Нашего знаменитого поэта Валентины, То есть, пардон, Галины Николаевны, Про черемуху она хочет услышать. Флор Васильев, Только вчера Расцветала черемуха. Только вчера Расцветала черемуха, Только вчера Распевал соловей, Нынче другим уж Певцом сочиненное Слышится песня В округе моей. Не замечаем, Как время меняется, Некогда нам Оглядеть все дела. Голову подняли, Видим, склоняется. Солнце к закату И ночь подошла. Разве нам Время другое Припомнится? Разве погашие Вспыхнут огни? Если заботами Новыми полнятся Новые утра И новые дни, Время манящее, Время несущее, Нас в неудержном потоке Своем, Только насущное, Только насущное, Только насущное Мы признаем. Временем столько Препятствий воздвигнуто, Только сумели мы Их одолеть. Нам бы сегодня С вершины достигнутой, Надо почаще В долину Смотреть. Пусть там забвенья Тени сгущаются, Пусть там остался И прожитый год. Новые песни Из старой рождаются, Новое в старом Начало берет. Новые песни Из старой рождаются, Новое в старом Начало Берет. В несколько непривычном Для нас Ампла выступит Любимец публики Игорь Носов, Не бард сегодня, А поэт. Это стихотворение, Это не песня. Попробую вам Прочитать, так сказать, Чтец-декламатор. Первое стихотворение, Так, ну, у меня все стихотворения, Почти большинство, Они по первой строчке Начинают, Как бы и называется. Залепляет снегом окна, Залепляет снегом окна, Фонари бельем полощет, В юге зимняя утроба, Мне поет спокойной ночи, Холодит и будет сонный, Мой приют четырехстенный, И души рюкзак бездонный Наполняет мыслю тленной, И скрипят гиппопотамы В межаконном перекрытии, Городские мелодрамы, Одинокие забытия, И вскипает пеной черной Эль вселенского прощения, И скребется кот ученый В дверь слепого вдохновения, Настороженная иголка Бьют часы в зашкафной тени, Безобывчивое утро Наползает на колени, Снег устал, Устало небо, Хохотать и издеваться, Где я был и где я не был, Не узнать, не оправдаться. В тишине посидеть, Пострадать, постареть, Окунуться в беззвучие шествия дней, И уже не узнать, И уже не успеть, То, что было так близко, До боли желчей, И в полуночной тьме, В блеклофарных тенях, Различать словно в гуще кофейной судьбу, И гробы, В уползающих в небо дровнях, И скорлупку младенца в уютном хлеву, И отрезанный ломоть уж не приложить, И к пробитому лбу не приставить наган, Мы умели, О, как мы умели не жить, Заливая в отдушины горький дурман, И любовь, Босоногая сука-любовь, Нас пинала под дых И тащила силком, Упирались, Сшибая упрямую бровь, Недостойные дети С простреленным лбом, И когда из тумана, Даря ориентир, Наше солнце, Оно восходило порой, Согревало наш пыльный, Загаженный мир, Мы опять возвращались Обратно домой, Там, где можно упасть В тишину и покой, Там, где можно, Как феникс, Себя возродить, И прильнув посидевший К окну головой, И, наверное, мечтать, И, наверное, любить. Стихотворение из разных Временных отрезков Тут, ну вот, Я пью вино осенних дней, Старое-старое. Я пью вино осенних дней, Холодный ветреный напиток, И сердцу кажется теплей От листьев радужных улыбок, Вдыхаю грудью, Как гурман, До слез, До головокружения, Природы тающий обман Осеннего первоцветения. Ты знаешь, Я совсем один, Холодный чай и сигарета, И нет за окнами машин, Здесь ночь пустынная раздета, Здесь вновь читают мне стихи, Штрихами вырванными в небо Оконных впадин рушники, Дверными выстрелами эхо, Ни жеста, Ни надежд, Ни слов, Ни обещаний, Ни упрегов, И лишь бессонница без снов, Лишь ожиданий без сроков. Там вдалеке придет весна, И ты такая же, как прежде, Нарви букетик для меня, И я сорву тебе подснежник. Смотри, как голый одинок, Бутон ожившего рассвета, Любви невенчанный цветок, Надежь нестершаяся мета. Ах, это осень, Ветровой, Чернила и печали, Слезы, И память полная тобой, И ночи первой морозы. Товарищи, Александр Сергеевич, И сквозь прозрачное окно Я чувствую дождя движения, И пью забытое вино, Как дар святого причащения. Ну, еще одно стихотворение, Имя называется. И где бы я ни был, И где бы ни шел, Я имя твое повторяю, По тонким тропинкам Таинственных гор, По самому зимнему краю, В удушливом хмеле Цветущей степи, Средь черной тайги бурелома, Везде заклинанием твержу на пути, Короткое светлое слово. Когда от болезни, Горячечный бред, Мне мысли и дух застилает, То имя услышит невольный сосед, Невольно его прочитает. В рути не сует, Повседневных забот, Безволей плещутся будни. Я знаю, зачем просветлел небосвод, И звезды в окно заглянули. Я знаю, о чем мне шептала луна, Прижавшись к небесному своду. Любовь никогда не бывает одна, Любовь — это лестница к Богу. И вновь нарастворяясь Во цветах зари, Дорогой к далекому краю, Не знаю, что ждет там меня впереди, И имя твое повторяю. Спасибо. Ну, бывают разные состояния у людей, Иногда на вдохе, И кажется, что по плечу все, И по ногам тоже, И новых дел набираешь. Потом начинается период спада, И думаешь, от чего бы отказаться. Как минимум до зимы придется Поэтическую страницу дотягивать. Вот так. На полгода... Спасибо, Ласовна. А мне-то что? Надо тему животных заказать, Заказать тему животных. По крайней мере, слепое вдохновение, Точно, вот мерзавец придется. Это как-то, наверное, После новогодних праздников. Потому что белочка — это вот. Не-не-не-не, это было лето, Это было... Бог миловал себя. Это было летом, Потому что было не в тему. И, собственно, вот сама мысль о продлении, То, что, по крайней мере, Несколько месяцев еще надо будет дотягивать. Просто Ласовна меня вдохновляет всегда. Она, когда вот они с Натальей Игоревной На меня доседают, Игорюха, ну надо, ну просто, Надо что-то. Ну, отдохни, да. Я стараюсь что-то выдать. На гора, так сказать. Я уже не что-то. Анна Ахматова сегодня уже звучала, И страница она есть. Я, наверное, была в таком состоянии, Что мне почему-то сказали, Что сегодня вечер посвященный Анне Ахматовой. Вы меня простите. И что уже? Не, не надо ничего. Не эту не надо, ничего не надо. Как не надо? А это не для вас, это для нас. Не надо ничего. Надо, надо. Я думаю, ну раз Анне Ахматовой... У меня песен для Анны Ахматовой нет, Поэтому я нашла стихотворение Ярослав Смеляков. Анна Ахматова, Не позабылась опокуда, И надо думать навсегда, Как мы встречали вас оттуда, И провожали вас туда. Ведь с вами связаны жестоко Людей, ушедших имена, От императора до блока, От Пушкина до Кузьмина. Мы ровно в полдень были в сборе, Совсем не в клубе городском, А в том большом морском соборе, Построенном еще Петром. И все стояли виновата, Среди хорудвий, вдоль икон, Бесполномочий делегаты От старых питерских сторон. По завещанию, как по визе, Гудя на весь лампадный зал, Сам протодиакон в светлой ризе Вам отпущение возглашал. Он отпускал вам перед Богом Все прегрешения и грехи, А было их не так уж и много, Одни поэмы до стихи. Аплодисменты Нине Демушкиной И завершает обязательную, Подготовленную часть нашей программы Виктор Грозин. В связи с Александром Сергеевичем Мы просто вспомнили Эти два четверостишие, Написанные лет 25 назад. Ну какое это время было, Какая обстановка в стране была. Вот, наверное, многие помнят. Вот, как пережить унижение это. Во, как нам нужен, Как Пушкин поэт. Негры все едут, и едут, и едут. Только вот Пушкина нового нет. Эпиграф. Здравствуй, племя молодое, незнакомое. Это я просто грубо прозвучал, Но я говорю, когда это написано было. И последнее обращение недавнее, Тоже эпиграфом срочка Пушкиной, Глаголом «жечь сердца». Я не орел, почему-то... Кому глагол, кому-то ёры. Какие разные все люди. Я знаю, с нами нелегко. Одни, как камень на дороге, С другими весело, легко. А третьи все стоят в сторонке, Как придорожная трава. Другие, словно тучи, У них зачерстила душа. Но с этим мне даже легче, Чем с теми, что Петрека Аклис, Речей их лживых берегись. А есть как будто реки С широкой пламенной душой, И могут всем ответить На первый призыв и душе в любой. И тянутся к ним все больные И спить родниковой воды, А не как посланники Божьи Для мира, добра и любви. Глаза в глаза смотрели, Искали теплоту, Участие, заботу, Знакомую черту, Просящие, молящие, О, Господи, спаси! Одни глядят участливо, Другим не подходи, Пустые и незрячие, С надменным холодком. На те глаза я обхожу, И вновь ищу и нахожу, В других глазах горящие огни. Глаза читать, как книгу, Страницу развернуть, Я думаю, и так все верну, До зеркала души. Дождь небесный простучит, И стороной пройдет, Ну как, скажи мне, Пережить душевную эту боль? Сердце сжало черной лапой, Обидой доска, Слезы хлынули, Внезапно настала пустота, Чем пустоту мне тут заполнить, Когда родимая душа Обидет, Так больно, Все вокруг хруша. Выйду под дождь в чистополе, Буду его я просить, Чтобы он быстро струею Душу больную омол. К небу простертые руки, Ветер полощет, спешит, И уходили все муки. Быстрые воды береги, И промокало все тело, Я не спешила уйти, Ветер разгонит все тучи, Лучи пролется вдали, Полную грудью вздохнула, Новую жизнь обрела, Руки как крылья встряхнула, Легкая к дому пошла. Себя назовите, пожалуйста. Я, Татьяна. Подождите, Народная артистка. Почтенная. И со стыняшем кругу, да. Нормально. Селия начала писать Еще в 97-м году. Зовут вас? Меня зовут Татьяна. Волкова. Татьяна Волкова. Татьяна Волкова. Вы стилили на раз? Ну да. Какое-то время на кольце Нахлынула, Кетрадку написала, Потом же замокла. Ну а теперь, Вот в стихии, Ну не знаю, Одни нейтрологи пошли. Тоже жизненная. Тоже жизненная. Но есть и веселая. Давайте веселая. Застучала вдруг по крыше, Кап-кап-кап. Что ли ты меня не слышишь? Выходи, Колечко дам. Прыгну босой на крылечко, Чтоб дождем поговорить. Ну давай же то колечко, Что хотел мне подарить. Ноги шлепают по лужам, Пляшет дождико за мной. То в присядку, То в припрыжку. Я кричу ему, Постой. Погоди же, Шалунишка, Где ж кольцо? Бери. Смотрю растерянно, Круг зря они. Вот видишь, Как ты удивился. Бил хорошо. Спасибо, Танюшка. Очень хорошо. Спасибо.